...отважимся перевернуть страничку? Вот числительные могольского языка точно разберем. Числительных в языках мира удивительное количество. И системы, как люди делают себе числительные, вот бывает такое, что просто вот пока не узнаешь, не догадаешься. Каждая следующая числительная на три больше предыдущего. Где вот последнее слово, сложно почитать. Там будет дальше, где-то... К, Э, Д. Может означать одинаковое десяток? Ну, это как правильно. Ну, оно всегда последнее, оно всегда... А нет, оно не всегда есть. Угу. Угу. Да, это нормально, что один десяток, а другой будет два десятка. Ну, да. У нас, смотрите, на втором месте всегда слово ГАР. Первая вот эта закорючка — это ГАР. 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 А потом еще какое-то число. А потом ЭЭЭ. Я можно убрать, потому что это просто разделяет единицы и десятки. Ну, это, видимо, сколько-то десятков. Ну, десятков, не десятков, чему не равен десяток, это мы еще посмотрим. Ну, это, ну, в общем, последняя строчка – это какое-то круглое число. И, по-моему, да, круглое число. То есть у нас… Не ясно, например, что начинается 10, 13, 16? А, Андрей, я… Может быть, Яра и Уана – это десятки единиц? Ну, что-то вроде того, да. Или сотни десяток. Значит, если вот эти вот… всего тут 5 и 4 кончаются на один – это разряд. А другое – круглое. Значит, первое из чисел начинается… Ну, например, там, 10, 13, 16, 17. Ну, да. Двенадцать… Ну, первое у нас не десять. Первое число у нас не круглое. Да. А что-нибудь их действительно 13. Хорошо. Значит, действительно… Да, кто из них десятки, а кто из них единицы? Может, мы говорим, что десятки – это первое? А… Почему? Потому что где-то… Это… Там нет… А может быть, там десятков нет? Может быть, там от них единицы? Но, понимаете, если… Они же… Это самое большое число, значит… Это самое большое… Да. Действительно, это самое большое число, значит, там все-таки десятки. Значит, у нас сначала десятки… Мы не знаем, сколько там штук десятки, но условно называем его десятком. Да. Значит, тогда вот… Кожа в предыдущем числе перед самым последним – это семян. А это мы не знаем, чему у них равен десяток. И десяток у них, наверное, какой-то маленький, потому что посмотрите-ка на вторую и третью строчку. Сколько нам хватит, чтобы… Сколько троек нам хватит, чтобы перескочить через их мамбольские десятки? Дверь. Ага. То есть десяток у них явно меньше десяти. Это уже не десяток. Уже не десяток, но мы, я говорю, условно называем пока это десятка. Ну тогда… Вот. Ну или как вот такое назвать? Тогда… Разрядка. 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 Тогда вот последнее. У Ада – это… Ну, то есть… Вот, можно разделить на четыре группы. Ян – это десяток умножить на что-то. Потом… Нет, десяток не умножить на что-то, а прибавить что-то. Сколько это десяток и сколько на единице. Ян – умножить на единице. Хорошо. А давайте подумаем, может ли этот десяток могольский быть меньше четырех? Нет, не может. Нет. Нет. Потому что там два таких вот… Потому что там два… Потому что, да, там два раза повторяется. А может ли оно быть больше семи? Нет. Тогда вот две трехи… Потому что иначе… Да. Хорошо. Значит, итак, десяток от четырех до семи… да. В свете последних событий советую называть не десяток, а УЕ – условную единицу. Да. Нет, подождите, у нас тогда будут условные единицы и безусловные единицы. Ну… Ну, можем его называть… Условные единицы, я в отличие от единиц… …современное какое-то, несовременное… Но, вот скажем так, я бы сказала, что десять – это основание системы счисления. А десяток – это количество, вот, соответствующее этому основанию. Вот. И вот этого слова мне не хватает. Или меньшее двузначное число? Вот не число, а количество. Не меньшее? Так мы же хотим меньше семи сделать. От трех до семи ищем. Какое двузначное? Оно будет двузначным, потому что, вот, уже там восемь находится двузначным числом. Это другая система счисления. Тут явно какое-то другое основание. Ну, давайте местный десяток назовем, ну, не знаю чем, коробком назовем. Не знаю, что это десяток. Хорошо, да. Вот такой маленький десяток, мы пока не знаем, что ему нравится. Боятся принимать УЕ. Боятся. Ну, давайте попробуем. Значит, вот задачи с числительными я обычно решаю так. Выпишу, сколько у меня тут разных чисел, и посмотрю, на какое основание системы это больше всего похоже. Значит, сколько у меня тут разных чисел. У меня тут есть число, вот это вот, кое, у меня есть слово гурбон, гурбон. У вас есть слово никэн. У меня есть слово никэн. У вас есть слово дырбон. Дырбон. И у вас есть слово табу. Есть слово табу. При этом, при этом они идут именно в таком порядке. Только никэн я не знала, куда. Я поняла так все. Простите, я, конечно, поняла. Да. Посмотрите, вот это самое гурбон, оно на единицу больше, чем хольор. Да. А, значит, это самое дырбон, оно на единицу больше, чем гурбон. И, соответственно, табуон... А, и тогда табуон должен быть последним, что ли? Нет. Табуон на единицу больше, чем дырбон? Да. Так, а никэн не знаю. Ну, никэн тогда получается последний. А почему не самый первый? А, или сам он первый, да. Вот так можно. Вот куда пойдет никэн, мы еще посмотрим. Мы ему потом нарисуем стрелочку. Хорошо. Значит, итак, мы имели десяток плюс гурбон, а следующим будем иметь никэн. Прибавили один, получили то же самое плюс дырбон, прибавили еще один, получили плюс табуон, прибавили еще один, получили никэн. Значит, никэн туда относится. Ну, в общем, никэн в любом случае закругляет этот ряд. Да. Так. Значит, прибавили к нему единицу, прибавили еще один, прибавили еще один, получили другую. Получили. Как вы думаете, может ли основание системы быть равно 4? Нет, потому что 5. Потому что их 5. Да. Ну, как раз это и есть основание системы равно 5. Да. Потому что, ну, смотрите, друг гурбон у нас, ну, предположим, это уже, ну, это чуть меньше, чем одного до десятка не хватает. Угу. Угу. Тогда, ну, поскольку отличается на 3, то получим еще 2. То есть… Угу. Угу. Ну, если я с него, значит… И вот там еще 3 прибавим, получим 5. То есть сюда. Угу. Захвылиться. Да. Прибавим еще 3. Раз, два, три. И получим… И получим, как бы, сотню, квадрат основания системы счисления. Если это у нас 5, то чему оно равно? Тамбунгар Квадрат основания системы исчисления Если основание системы исчисления 5 То квадрат равен да Соответственно предшествующее число Можете прямо подписать себе на листочек Чему равен? 22 Еще предшествующее Еще предшествующее Пишите себе на листочек 16 и 13 У кого-то витвизия сработала И слово 13 возникло прямо сразу 13 как раскладывается на пятерке? 5 плюс 5 плюс 3 Соответственно Что из этого 3? 3 Значит скажи 2 А ее 2 Да Да А не конца Отвес на 1 А не конца Отвес на 1 А другом 4 Да А того если без гарда Просто 5 А если с гардом Соответственно 25 Вот так Пятерка Пятерка Одно из наиболее распространенных оснований систем счисления Как вы думаете почему? 5-5 Да Потому что считается 1, 2, 3, 4, 5 А потом начинается следующая пятерка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok